Сегодня у Ямбург ТВ необычная съемка. Мы идем в гостях коллегам, юным корреспондентам из Академии талантов. У ребят есть своя телестудия и Газпром добычи Ямбург имеет к этому отношение. В пространстве Аркториума открыто это медиапространство. Объединение по журналистике, где воспитанники тренируются работать со словом и информацией. Они мечтали научиться работать с видеокамерой, светом и микрофоном. И с помощью благотворительной программы «Энергия добра» их желание исполнилось. 400 тысяч отправились на закупку необходимого оборудования. Уже в прошлом учебном году мы все активно использовали. Академия талантов участвует всегда в городских больших мероприятиях. И свои проводим фестивали, отчетные концерты. И то есть наши юные журналисты, детки берут эту камеру, берут микрофоны и идут, опрашивают горожан. Есть возможность попробовать себя в разных телевизионных жанрах. В этой небольшой, но укомплектованной студии могут записывать свои выступления, подкасты, комментарии около ста юнкоров Академии талантов. Телесуфлер, студийный свет и мебель, фотофоны и хромакей им в помощь. А еще три педагога, которые сопровождают литературно и технически. Я уже год занимаюсь по этому направлению. Естественно, появились какие-то навыки. Навык коммуникации с людьми. Ну и что это самое важное, что нужно приобрести. Навык монтажа видеороликов, поиск материала, каких-то тем для обсуждения, составления вопросов, для интервью, съемка самих репортажей. Этой четверке корреспондентов удалось попасть на открытый урок по телевизионной журналистике, который мы устроили. От коллег по цеху узнали про работу в кадре, структуру сюжета, способы привлечения внимания. А девчонки рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются во время съемок. Брать все-таки интервью, не все соглашаются. Бывает сложно уговорить человека быть, конечно, открытым к людям, дружелюбным, быть готовым, конечно, уговорить человека на интервью. И это дело практики. И к ней мы скоро приступили. И нам нужна была новость. Информационный повод. 1 октября компании «Газпром Добыча Ямбург» исполняется 40 лет. Вот у меня к вам задание. Придумайте в формате стендапа, это то, что я сейчас пишу, собственно, текст креативный, форма произвольная. И заодно поучимся работать в кадре и в ворде. За время мозгового штурма решили, что жанр прогноза погоды лучше всего подойдет для отработки дикции, громкости и интонирования, для правильного поведения в кадре и для литературных экспериментов. Команда «Ямбург-ТВ» немного помогла с текстом, съемками и монтажом. И вот что получилось. Здравствуйте. А сейчас коротко о прогнозе событий на Ямбургском и Заполярном месторождении. По мнению лахта-центра, на объекты компании с юга на север движется теплый циклон поздравлений. Кучевые облака собираются в небе над административным центром в форме цифры 4 и 0. Такое явление происходит, потому что в этом году компания празднует свой 40-летний юбилей. И даже если 1 октября на улице ожидаются осадки, то в здании компании точно будет сухо и тепло. В главных ролях юнкоры Академии талантов, режиссер и сценарист Юлиана Драга, телеоператор Дмитрий Шолохов по заказу Ямбург-ТВ.